В 19-м году доходы КАЭС Здесь уже на синичной прямой ремонт главного проекта Прибыла новая данная Сейчас площадь Экопарка составляет 60 Действительные люди вынесли от городской пропоратуры И будут считать практически бесконечный парад ульюминалов Это истинный футбольный поединок над двухкрасноярскими На немский зоопарк привезли Амурскую тегрессию Мир необычный Миноколофитер будет фиксировать загрязнение воздуха с помощью квадрокоптера Состав на этот сезон приставили на сцене Новости с Владиславом Власовым Здравствуйте, с вами Владислав Власов В эфире Енисей новости Главная тема выпуска Разбились, перевернулись, горели Серьезнейшее ДТП под Красноярском, Норильском и Ачинском Есть погибшие и пострадавшие Ребят, ну давайте уже что-нибудь сделаем Уходят под землю В Красноярске ширятся и углубляются провалы на тротуарах и дорогах Мы практически сколько заготавливаем, столько компонентов выдаем на следующий день Срочно нужна кровь Доноров из-за пандемии стало в разы меньше, да и принимают не всех желающих Ну вот смотрите, сейчас ни одного автобуса Нет ни одного, вот Ни там, ни тут Ждать или идти Жителям Тихих Зорь, чтобы уехать Приходится стоять на остановках чуть ли не по часу Страшная авария на Енисейском тракте Недалеко от деревни Таскино Тойота Селика выскочила навстречу и врезалась в джип Лексус Удар был таким, что легковушку отбросила на железный отбойник От машины осталась только половина, а у джипа снесена вся передняя часть На место пришлось вызывать пожарных Искореженная легковушка начала дымиться и могла загореться Автоинспекторы ограничивали на этом участке движение Потоки в разные стороны пускали по очереди Из-за этого на Енисейском тракте скопились десятки машин В результате дорожно-транспортного происшествия Водитель автомобиля Тойота скончался на месте дорожно-транспортного происшествия Женщина-водитель автомобиля Лексу доставлена в больницу Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия Уважаемые водители, просим не совершать вас необдуманных поступков Выбирать скоростной режим, заботиться о себе и о своих близких А на трассе Норильск-Дудинка сразу пятеро пострадавших Там перевернулась так называемая вахтовка с пассажирами, которые ехали из аэропорта Лыкель И причина все та же Прямо перед ней на встречку вылетел джип Тойота Лэнд Крузер После столкновения обе машины улетели в кюветы по разные стороны дороги В вахтовке было 18 пассажиров, в том числе дети Пятерым взрослым на месте оказали помощь медики У них ушибы и порезы, но серьезных травм, к счастью, нет Водители не пострадали А по Дачинскому сгорел автомобиль, он вспыхнул прямо на ходу Прибывшие на место автоинспекторы перекрыли движение на федеральной трассе Сибирь в обе стороны И вызвали пожарных До их приезда они пытались тушить авто самостоятельно и просили очевидцев не приближаться Так как в машине был газовый баллон, который мог взорваться в любой момент Среди тех, кто помогал сбивать огонь, оказались офицеры МЧС Они проезжали мимо в свой выходной день Несмотря на все усилия, машина выгорела почти полностью И вряд ли ее можно будет восстановить Это провал В Красноярские пешеходы жалуются на гигантские ямы в тротуарах Которые образовались практически в каждом районе города Проблема не шуточная Под землю уходят дорожки на подступах к детсадам и школам А также в совсем новых микрорайонах Где, казалось бы, мостовые благоустраивали совсем недавно Евгения Шелковникова видела самые крупные ямы И выясняла, когда их заделают Вот такая большая яма образовалась на тропинке Которая ведет с одной стороны в детский сад С другой стороны тут лестница в школу Не факт, что дети, 1 сентября идя в школу Не будут заглядывать в эту яму Это видео распространяют в родительских чатах Все ведь лужанки, а беспокойность отцов и матерей понятна Этот провал на улице Гусарова образовался еще в начале лета Накануне нового учебного года его лишь огородили хлипким заборчиком Безусловно, это вызывает спасение Потому что, ну, случаи разные бывают Кто-то засмотрится, кто-то там запнется, упадет Травмы неизбежны Хотелось бы, конечно, призвать и местную администрацию И всех причастных вот к этому безобразию Ребят, ну, давайте уже что-нибудь сделаем Как дожди проходят, а тут дожди идут с наклоном Вот эта часть тротуара И подходит, и размывает, размывает Яма как расширяла, так и расширяется И вот боимся, что скоро тротуар провалится И может кто-нибудь и ухнет, как говорится, в этот провал Ширится яма и на соседней улице Елены Стасовой О ней мы рассказывали в новостях уже неоднократно Здесь обещали все привести в порядок Но, видимо, руки не дошли А вот этот тротуар у новых жилых комплексов В районе Николаевского моста Местные рассказывают, разрушаться он начал сразу после того, как появился Почему-то не огораживают Если в темное время суток, мне кажется, страшно Это просто я здесь редко хожу А так, если кто часто ходит на этот транспорт 31-80-е, конечно, опасно Ребятишки бегут, сломя голову и не видят, что Вереди ямка или на велосипедах, самокаты На автодорогах тоже много мест, где провалился асфальт Вот этой яме на проспекте Свободный уже месяц Она даже стала своеобразным арт-объектом Отремонтировать обещают к концу августа А на Карломарксове районе Цума Кроличью Нару просто отгородили дорожным знаком И украли у водителей часть полосы В департаменте городского хозяйства говорят Ремонт – дело небыстрое Провалы, сразу говорю, не устраняются мгновенно Иногда приходится провести большую работу Для того, чтобы, во-первых, установить причину Образования этого провала Это может быть либо движение каких-то подземных, грунтовых Дождевыми водами, откуда-то протекающими Изменившие русла, подземный ручей То есть все, что угодно там может быть Либо это может быть порыв на каких-то коммуникациях То есть, соответственно, если на участке есть какие-то сети То их владелец будет установлен И за счет владельца этих сетей Будет устранен этот провал В мэрии предупреждают Если вы видите, что яма обнесена Сигнальной лентой или забором Значит, ее взяли на контроль И готовятся устранять Если предупреждающих знаков нет О провале нужно немедленно сообщить В городскую диспетчерскую службу По номеру 205 Евгения Женковникова, Максим Галат, Алексей Овсянников И Иван Дорофеев Инисей, новости А водители красноярских автобусов Жалуются, что с трудом добираются До конечных остановок в Ленинском районе Обратились они и к нам в редакцию Маршруткам приходится ехать через улицу Томскую Которая в ужасном состоянии Асфальта местами практически нет Тяжелые грузовики разбивают остатки дорожного полотна Везде ямы Недовольные работники расположенных там предприятий Чтобы разобраться в ситуации И понять, что делать На место выехала целая комиссия Депутаты, автоинспекторы и дорожники Подрядчики пообещали привести участок в порядок До 8 сентября Но долго ли продержится новый асфальт неизвестно Там так и продолжают ездить большегрузы Мы ежедневно на этой дороге Гробим свои автобусы То есть разбитые подвески То есть выбитые шкварня Оторванные амортизаторы Оторванные глушители То есть вот из-за этих ям Особенно когда пройдут дожди То съездить здесь невозможно Автобус утром пока доедет до конечной остановки Он по факту уже грязный И люди, которые заходят первым рейсом в автобус Спрашивают, а вы что Не готовите автобусы к рейсу? Я сейчас подготовлю депутатский закон В первую очередь департамент городского хозяйства Также в прокуратуру Потому что сегодня подрядчик нам дал пояснение Что ведется претензионная работа с ним В лице заказчика УДИБа На мой взгляд, здесь должна быть роль заказчика И роль департамента городского хозяйства Мягко скажем, должна быть более активной Что ж, мы обязательно проверим Отремонтируют ли улицу до 8 сентября, как обещали И к другим темам Погода испортилась и вряд ли в оставшуюся часть августа Вернется жара Дождь ожидается и в субботу Все из-за циклона Кроме осадков он принесет и похолодание Днем всего плюс 20 В воскресенье выглянет солнце Станет чуть теплее до 24 выше 0 Но потом придут затяжные дожди Они будут как минимум до четверга В светлое время суток не выше плюс 22 Ночью всего плюс 12 И похоже, нужно быть готовыми К любым сюрпризам погоды Например, под Красноярском районе Тростенцова Шел крупный град Размером почти с шарики для пинг-понга А у наших соседей в Хакасии На днях была репетиция Быстрого начала зимы Там, в Багратском районе Крупный град побил урожай Повредил крыши домов и школы Остались вмятины на автомобилях Власти даже объявляли локальный режим ЧС Так что нам нужно ловить остатки лета Если они еще будут Срочно требуются доноры Почему в Красноярске их стало в разы меньше Расскажем далее в выпуске В оптике Давыдов Специалисты подберут правильное решение Которое устроит вас по цене и качеству Линзы Хоя с защитой от вредного синего света И Никон с упрочняющим покрытием От 980 рублей А на оправы скидки 30, 40, 50% В оптике Давыдов правильный сервис Когда же будут скидки? Все еще ждете скидок и распродаж? А в ванноцентре уже сейчас Вся сантехника по ценам производителя Ванноцентр.рф Европейская сантехника по ценам производителя Уже сейчас КПК Агрорусь Здесь ваши сбережения растут Пайщиком до 7,65% годовых Можно все проценты сразу 989 13 92 Восстановление и улучшение потенции у мужчин Деликатная гинекология для женщин Лечение геморроя без боли и операции Шлифовка рубцов лазером Удаление новообразования кожи Лечение постакне Вам понравится быть здоровым Товарищ, слушай и запоминай Мебель доступную каждому На Калинина 43 покупай Весь ассортимент не перечесть Цена минимальна А это нужно учесть Все купи на Калинина 43 Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием 2 минуты Прием хирурга-флеболога 30 минут Сдача анализов в ближайшей клинике 20 минут Лазерная операция 40 минут Всего 1 час 30 минут И вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно Клиника лазерной хирургии варикоза нет 205-45-01 Купи куртку за полцены Где? В Ермаке Со скидкой 50% Только до 1 сентября Матросова 18 Магазин Ермак Современная лазерная коррекция зрения Новейшая методика смайл Более точная и менее травматичная Только в смайл-центре Красноярска Бесплатная консультация 287-77-33 Внимание! В сети магазинов эконом-мебель Акция! При покупке от 40 тысяч Столик в подарок Вся необходимая мебель в одном месте Впечатляющий ассортимент Отличное качество Экономьте на цене, не экономя на качестве Вася, лоджием Уже утеплил Пеноплексом И теплых метров добавил Шикарно Вася, а мне утеплишь? Пеноплекс Тепло прочного дома В эфире Енисей новостей Мы продолжаем выпуск Цифры по заболеваемости коронавирусом почти застыли Об этом мы говорили накануне И вот опять подтверждение За сутки в Красноярске 29 Новых случаев Вчера было 27 В крае выявили еще 117 инфицированных День назад было 114 Умерли 7 человек В прошлых данных 5 Среди городов и районов На втором месте по-прежнему Ачинск Там плюс 11 пациентов 7 в Минусинске По 6 в Емельяновском, Нижнеенгажском районах И в Назарове Выздоровели 76 человек Так называемый коэффициент прироста По-прежнему 0,7% Для перехода к следующему этапу Снятия ограничений он должен составлять 0,5% Срочно нужны доноры В Красноярском центре крови говорят Во время пандемии их стало втрое меньше И это при том, что лето и так Самый провальный сезон Отразится ли дефицит на нуждающихся В переливании пациентах И почему нехватка доноров чувствуется Даже когда они выстраиваются в очередь Выясняла Елена Сенькевич Тоже, кстати, донор крови Подрабатываем кулачком Сжали до пяти, досчитали, разжали Работа в этом мобильном пункте центра крови Не прекращается ни на минуту Здесь и постоянные доноры И новички Моя кровь кому-то пригодится Кому-то нужна Это тоже как одна из Мотивации, скажем, желания Помочь людям Хочется помочь гражданам Которые оказались в трудной ситуации Первый раз дал для знакомой женщины Которая необходима Требула с кровью Сегодня акция в честь Дня российского флага Людей много И это настоящий подарок Говорят врачи Во время пика пандемии Сдавать кровь решались немногие Медики рассудили Если не идут доноры Значит, нужно идти к ним самим И мобильные пункты сработали Я здесь живу недалеко Поэтому мобильный пункт До работы очень близко Пешком можно прийти Здесь, наверное, побыстрее Может, сдается там, может, побольше очередь С центра прозвана На улице у пункта очередь Но этих желающих недостаточно Чтобы покрыть потребности Кровь сейчас в дефиците Это указано на главной странице центра Так называемый донорский светофор Красный Но и всех, кто хочет сдать кровь Не примут У них должно быть отменное здоровье И соответствующий образ жизни Также ежегодно нужно самому Проходить целый ряд врачей Посмотрите, какой список ограничений Я, к сожалению, в мобильном центре Кровь сдавать не могу Потому что мой вес Больше положенных 50 килограммов Но меньше 55 Таких легких людей, как я Ждут здесь, в стационарном центре крови Где используют более тонкие иглы И в целом щадящее оборудование Все это делается в первую очередь Для моего здоровья, как донора Доноров не хватает везде Или это вообще самый дефицитный В этом плане сезон Так еще и пандемия Внесла свои коррективы Медики говорят, потери серьезнейшие В городе Красноярске Это больше всего отмечалось У нас, наверное, в три раза уменьшился поток доноров Пополнять банк необходимо всегда Всегда Потому что мы практически сколько заготавливаем Столько компонентов выдаем На следующий день в медицинской организации Пока активность поднимают с помощью разных акций Тех же выездных бригад и рассылкой приглашений Сейчас медики даже ожидают бум Некогда сдавшие кровь пришли После долгого перерыва И вдобавок вернувшихся с отпусков И студенческих каникул В донорском центре стали видеть чаще Елена Сенькевич, Алексей Овсянников, Енисей Новости В Красноярске пополнился медицинский автопарк Новая машина скорой помощи Появилась у палеоативного отделения На базе краевого дома ребенка номер 3 Там проходят курс лечения дети с тяжелыми затяжными заболеваниями Современный автомобиль оснащен всем необходимым Медикам его подарила золото добывающая компания «Полюс» В качестве благотворительной помощи Как говорят врачи, они давно мечтали о собственной специализированной машине Раньше им приходилось договариваться с другими медучреждениями Если появлялась необходимость доставить маленьких пациентов Теперь они смогут выезжать на вызовы в самые отдаленные районы Кроме того, новую скорую будут использовать и для других важных целей Мы планируем на этой машине в том числе детей вывозить в парк Куда-то на какие-то аттракционные или какие-то другие мероприятия Потому что даже пребывая здесь у нас в течение двух-трех недель Они должны жить полноценной жизнью И возможно впервые кто-то даже выйдет в парк Ведь не у всех родителей есть такая возможность Такого тяжелого ребенка вывезти своими силами куда-то за пределы своей квартиры Там жить нельзя В Вачинском районе возбудили уголовное дело в отношении застройщика и чиновников Которые по сути оставили без квартир-сирот Жилье по факту предоставили, вот только условия оказались ужасными В этом убедилась и наш корреспондент по западу края Александра Репьева Радость новоселья в семье Потаповых была недолгой Уже через неделю по стенам поползла черная плесень Вентиляция ванны оказалась муляжом Зимой было невыносимо холодно Такое жилье предоставили сиротам в поселке Ключи Ходили в администрацию, ну в нашу району, чтобы они как-то решили вопрос То есть они сказали, ну вам дали, вы чего жалуетесь? Вы радуетесь, что хотя бы такое дали Но когда мы здесь месяц уже точно пожили, мы уже поняли, что нет, здесь жить невозможно Но не приезжали, потому что не было возможности Полтора года мы здесь прожили Молодая семья съехала в съемное с жильем Также поступили и другие Из восьми квартир жилыми остались только две Этот дом официально признали непригодным для постоянного проживания Такое заключение строительно-технической судебной экспертизы не удивляет Для сравнения, вот так звучит стук в стену капитальную И эта стена якобы тоже капитальная, она смежна с общим коридором И вот так звучит она Явно гипсокартон Этот дом в прошлом контора колхоза Много лет простоял брошенным Зная, что для сирот планируют приобрести жилье Здание купил местный предприниматель за 200 тысяч рублей Сделал ремонт, но на скорую руку и не заботясь о качестве И продал дом районной администрации уже почти за 7 миллионов Сделку признали незаконной В производстве следственных органов находится уголовное дело Возбужденное в отношении 59-летнего предпринимателя Обвиняемого в мошенничестве В настоящее время фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение Также в производстве следственных органов находится уголовное дело Возбужденное по статье 293 Уголовного кодекса Российской Федерации В отношении неустановленных должностных лиц администрации Ачинского района Чиновники ситуацию не комментируют. Паузу взял и застройщик, который, к слову, в этом году стал кандидатом в районные депутаты. Сиротам же другие квартиры вместо тех, в которых жить нельзя, пока никто не обещает. Александра Репьева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. Очно или онлайн? Сибирский федеральный университет может частично сохранить дистанционное обучение. Об этом не только. Далее в блоке коротких новостей. Сибирский федеральный университет может частично сохранить дистанционное обучение. В письмах, которые разослали преподавателям, говорится, что онлайн будут проходить лекции и все занятия у магистрантов и аспирантов. Пожилым, беременным, молодым мамам, а также студентам и сотрудникам с хроническими заболеваниями тоже предлагают поберечь себя и перейти на дистанционную работу или учебу. В СФУ пояснили, что окончательное решение еще не принято. Возможно, какие-то массовые лекции действительно будут проходить онлайн. Начались работы на второй половине моста через реку Бугач в Красноярске. Рабочие закончили одну полосу, освободили ее для движения автотранспорта и перешли на другую. Эта переправа расположена в районе выезда с улицы Калинина в аэропорт. Ее построили в 63-м году прошлого века. Сейчас необходимо восстановить некоторые опоры и починить швы. Все работы обещают закончить к концу октября. На берегу Качи в районе улицы Республики в Красноярске установили необычную скамейку. Она выглядит как своеобразное разомкнутое колесо. Нижний изгиб можно использовать как лавочку, на ней свободно помещаются два человека. А другой изгиб можно использовать как столик, за которым удобно работать с ноутбуком. Арт-скамейку назвали «Изгиб времени». Отдохнуть или поработать на ней можно будет в начале сентября. Международного фестиваля «Азия, Сибирь, Европа» из-за пандемии коронавируса в этом году не будет. Мероприятие собирает гостей со всего мира, и чтобы не рисковать здоровьем зрителей и участников, организаторы решили перенести этот праздник классической музыки на осень 2021-го. Фестиваль проходит в Красноярске почти 20 лет и дарит возможность услышать мировые музыкальные премьеры и незнакомую классику. Без пересадок никак. Жители микрорайона «Тихие зори» жалуются, что вынуждены долго ждать автобусы. К тому же маршрутов там всего два, и в нужную часть города сразу не доберешься. Чтобы уехать напрямую, приходится отправляться в настоящий поход до отдаленной остановки. Все это испытала на себе Диана Хатяшвили. Если на левый берег, то можно и часы больше прождать. Из дома пенсионерка Надежда Зюзикина выходит минимум с часовым запасом. Говорит, нужного и 31-го автобуса ждать приходится, когда 30 минут, а когда и дольше. Альтернативной маршрутки здесь просто нет. И таким расписанием жильцы, мягко говоря, недовольны. Вот смотрите, сейчас ни одного автобуса. Нет ни одного. Ни там, ни тут. Вот только идет. А уже сколько минут прошло? Была ситуация, мне пришлось ждать 40 минут автобуса. Я его не дождалась, вызвала такси. Потому что опаздывала на работу. То есть на 31-м уехать возможности не представляется. Если вы прям куда-то торопитесь, у вас ограниченный интервал времени. Автобусов, уверяют местные, катастрофически не хватает. Микрорайон хоть и строится, но здесь уже живут люди и машины есть далеко не у всех. А маршрутов всего два. 31-й до Сопки и 80-й. Он идет через центр в сторону Северо-Западного. До остальных районов только с пересадкой. Есть, конечно, альтернатива. Дойти до другой остановки. Но это целый марафон, жалуются люди. Полтора километра пешком. Я решила проверить, сколько времени мне потребуется, чтобы дойти до остановки на Свердловской. Плюс дождаться нужного мне автобуса. Ну что, включаю секундомер. Пошли. Прошло почти полчаса. Мне повезло, автобус пришел через пять минут. Жители рассказывают, это редкость. А вот в администрации говорят, все по стандарту. Дома в Тихих Зорях сданы не все. А значит, и в дополнительных маршрутах нет никакой необходимости. А пересадки в больших городах считаются нормой. Согласно федерального стандарта, в городах с населением более 500 тысяч человек допускается делать две пересадки. И тем не менее, в администрации готовы рассмотреть пожелания жителей и, возможно, учесть их в будущем. А вопрос расписания на 31 маршрутке решить пообещали в ближайшее время. И, возможно, уже осенью, когда пассажиропоток в любом случае увеличится. На линию выведут дополнительные автобусы. Диана Хатяшвили, Александр Ермошенко, Иван Дорофеев, Енисей. Новости. СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИИ КОРЯКИНОЙ О ЖЕНЕ И ХРАНИТЕЛЬНИЦА НАСЛЕДИЯ ВИКТОРА ОСТАВЬЕВА ЧЕРЕЗ ПАРУ МИНУТ. СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИИ КОРЯКИНОЙ ЛЕСОПЕРЕРАБАТАВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ КАРАТЛЕС ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ В ГОРОД КОДИНСК ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-913-539-50-80 При боли в спине и суставах Адрес помощи Улица Баграда, 132 Диагностика Блокирование боли с использованием ультразвуковой навигации Лечение грыж протрузи без операции Комплекс процедур для здоровья позвоночника От команды профессионалов Купи куртку за полцены Где? В Ермаке Со скидкой 50% Только до 1 сентября Матросова 18, магазин Ермак Товарищ, слушай и запоминай Мебель доступную каждому На Калинина 43 покупай Весь ассортимент не перечесть Цена минимальна А это нужно учесть Все купи на Калинина 43 Все новости на Енисея Спасибо, что вы с нами Мы продолжаем выпуск В эту субботу исполнится 100 лет Со дня рождения Марии Корякиной Писательницы, жены и главной помощницы Виктора Астафьева К этой дате литературный музей И музей-библиотеки в Овсянке Открывают выставки Экспонаты рассказывают о взаимоотношениях супругов А также о литературном наследии Которые оставила жена великого сибирского писателя На сукне вдвоем они вышивают вот этот ковер И для нас этот ковер такой символ создания семьи Этот гобелен выбивается из общего ряда Но именно он центральный экспонат Это совместный труд Виктора Астафьева и его жены Марии Корякиной В литературном музее его считают символическим портретом семьи сибирского писателя И его намеренно расположили напротив портрета скульптурного Именно так их и помнят Виктор Петрович и рядом с ним Мария Семеновна И мы привыкли видеть ее, вот видеть эту пару семейную Где главе встал Виктор Петрович, а Мария Семеновна была рядом Не в тени, а наоборот всегда рядом с ним Марии Корякиной судьба отвела роль главной помощницы сибирского писателя Недаром еще один экспонат вот эта пишущая машинка На которой она перепечатала великое множество рукописей Астафьев часто правил свои произведения Иногда по 12-14 раз переписывал даже готовые к изданию повести Марии Семеновне приходилось разбирать его непростой почерк И вновь и вновь перепечатывать все для издателей Эта экспозиция занимает 4 комнаты В них разместили и архивные документы, и личные вещи, и фотографии, и книги Кстати, выставка в литературном музее основана на автобиографической повести Марии Корякиной «Знаки жизни» Она стала единственным камнем преткновения в отношении супругов Несогласный с трактовкой их жизни Астафьев написал свою версию Повесть «Веселый солдат» Выставка посвящена строительству Марии Семеновны Корякиной Астафьевой Песратильнице, автору «16 техник» Удивительно, но Мария Корякина находила время для творчества В Астафьевской библиотеке в Овсянке готовят выставку Для которой собрали все ее произведения Знатоки ее прозы уверяют Корякина не копирует произведения мужа Хотя тоже пишет о людях, но очень по-женски Ну, конечно, она тоже такая рассудительная проза О каких-то душевных вещах Как и у Виктора Петровича Выставка в Астафьевской библиотеке в Овсянке Открывается завтра, в день рождения Марии Корякиной В литературном музее гостей ждут в следующий вторник Дмитрий Пименов, Андрей Панкратц, Енисей, Новости Каждому по триколору На площади революции в Красноярске Неожиданный праздник для горожан устроили полицейские Под звуки оркестра люди в погонах Раздавали красноярцам российские флажки День государственного флага Традиционно отмечается в нашей стране 22 августа И перед ним полицейские решили зарядить горожан хорошим настроением Оркестр в парадной форме исполнил несколько торжественных композиций И это все сообщения выпуска С вами был Владислав Ласов Я желаю здоровья вам и вашим близким До встречи Прогноз погоды в Красноярском крае на субботу 22 августа Представляет компания Техноавиа Красноярск При покупке через интернет-магазин указывайте промокод Работа в радость И получайте скидку 5% Техноавиа Это спецодежда и обувь высокого качества и степени защиты Это комфорт и безопасность во время работы и активного отдыха Техноавиа Работа в радость В Таруханском районе на юге Таймыра и Фавенкии облачность Местами пройдет дождь Ночью от плюс 5 до плюс 12 градусов Днем от плюс 11 до плюс 25 В северной группе районов Красноярского края облачно и дождливо Ночная температура до плюс 12 градусов Днем до плюс 24 В восточной части региона преобладает облачная погода На части территории небольшой дождь Ночью до плюс 12 градусов После полудня до плюс 25 В центральных районах Красноярского края переменная облачность Дождь лишь местами Ночью до плюс 16 градусов После полудня до плюс 22 В западной группе преимущественно облачно На большей части территории ожидаются дожди Ночью от плюс 8 до плюс 13 градусов В светлое время суток до плюс 22 На юге Красноярского края облачно с прояснениями Повсеместно пройдет дождь Ночью от плюс 10 до плюс 18 градусов Днем до плюс 22 В Красноярске 22 августа переменная облачность Синоптики прогнозируют небольшой дождь В темное время суток до плюс 12 градусов Днем до плюс 20 Ветер западный 2 метра в секунду Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин